Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Меня зовут Алексей Ерофеев. В прямом эфире интерактивный проект «Держите ответ», который мы создаем вместе с вами. Мы очень постарались, чтобы вам было удобно задавать вопросы. В течение недели вы могли их записывать на наш автоответчик и оставлять в соцсетях ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграм. А прямо сейчас можно и нужно звонить по телефону прямого эфира в Белгороде 787801. Со мной в студии Иван Иванов, наш дежурный по интернету. Он собрал вопросы, которые вы уже разместили, и будет принимать те, которые вы зададите прямо сейчас в наших социальных сетях. Так что задавайте вопросы и держите ответы. А в студии «Мира Белогория» сегодня главный эпидемиолог области Андрей Башкирев. Андрей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте коротко обозначим тему сегодняшнего разговора. В регионе началась массовая вакцинация от COVID-19. Кому можно, а кому нельзя делать прививку? Как записаться на вакцинацию? Можно ли это сделать коллективно? Может ли вакцина повлиять на здоровье пожилых людей? Как долго после прививки действует защита? Спросите о том, что волнует именно вас. Итак, звоните в прямой эфир по телефону 787801. Задавайте вопросы в группах «Мира Белогория», ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках и в Инстаграм. Во время нашего эфира мы попытаемся ответить на как можно большее количество вопросов. Звоните, пишите, мы ждем. Андрей Александрович, ну и давайте непосредственно к теме эфира. Давайте разберемся с самой вакциной. Сейчас в России зарегистрировано две вакцины. Гамм-ковид-вака, иначе спутник ВИИ, как мы привыкли слышать название этой вакцины, и эпивак-корона. Расскажите, в чем разница этих вакцин? Может быть, в чем преимущество и почему мы прививаемся спутником ВИИ? Да, действительно, на территории Российской Федерации зарегистрированы две вакцины. Это вакцина Гамм-ковид-вак производства Института Гамалея и вакцина эпивак-корона производства Института Вектора. И так, другая вакцина является инактивированной, то есть они неживые, соответственно, не могут вызвать потенциальное заболевание новой коронавирусной инфекции. Среди основных плюсов и той, и другой вакцины является то, что они способствуют выработке как леточного, так и гуморального иммунных ответов. Значит, вакцины, тем не менее, отличаются по условиям производства, по составу. Есть некоторые изменения в части введения препаратов, их кратности и сроков введения. И, безусловно, условия хранения не так же у нас в настоящее время отличаются. Ну, в частности, вакцина Гамм-ковид-вак хранится при температуре минус 18 градусов и ниже. Однако в настоящее время регистрируется новая форма этой вакцины, которая позволит хранить ее в том числе при температуре от 2 до 8 градусов. Эпивак-корона хранится от 2 до 8 градусов. Значит, если посмотреть на состав этой вакцины, то она является химически синтезированной. То есть в ее состав входят пептиды-антигены вируса SARS-CoV-2, включающие в том числе белок S-вируса, и имеется иммунодювант. Касаемо вакцины Гамм-ковид-вак, она является также химически синтезированной, но, однако, в ее состав входят аденовирусные векторы 25-го сиротипа и, соответственно, 5-го сиротипа. Вакцина Гамм-ковид-вак вводится с интервалом 21 день между первой и, соответственно, второй дачей, а вакцина Эпивак-корона вводится с интервалом либо 2, либо, соответственно, 3 недели. То есть допускается, сокращает до 14 дней. Но, в принципе, опять подчеркиваю, вакцины являются инактивированы, они неживые и, соответственно, являются эффективными. То есть они стимулируют выработку иммунного ответа и тем самым защищают организм человека от COVID-19. Неживые вакцины обе? Обе вакцины неживые. Понятно. Да, у нас как раз есть об этом вопрос, мы акцентировали, как раз Зина 1409 спрашивает, можно ли после того, как сделаешь прививку, ходить на работу? Видимо, переживает, не заразен ли человек. Вакцины неживые. Соответственно, после иммунизации человек может продолжать вести свой нормальный образ жизни, посещать работу, ходить в спортзал. Поэтому нет, вакцинация не способна вызвать заболевание. Андрей Александрович, у нас много вопросов. Скажите, насколько вакцины хватает? Вот от гриппа мы вакцинируемся каждый год. А что делать с коронавирусом? Согласно инструкции к препарату, вакцина в настоящее время вводится двукратно, с интервалом на 21 день. Пока еще ревакцинирующие дозы не предусмотрены, инструкции к препарату, ввиду того, что еще проводятся клинические исследования. И, соответственно, по мере получения более последних данных, будет решаться вопрос о введении ревакцинации. Но это сейчас в любом случае вопрос не сегодняшнего дня. Да, безусловно, пандемия у нас длится только лишь один год. Соответственно, еще рано говорить о том, сколько будет, в том числе, иммунный ответ вследствие либо перенесенного инфекционного заболевания, либо вследствие вакцинации. Но, тем не менее, сейчас уже необходимо прививаться, дабы поспособствовать улучшению педагогической ситуации на территории нашего региона. И формированию коллективного иммунитета. У нас есть вопрос на автоответчик. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Я уже уколола первый компонент вакцины. Что будет, если по какой-то причине не уколоть второй компонент? Или уколоть его после, чем через положенные три недели? Спасибо. Да, хороший вопрос. Даже при однократной вакцинации вырабатывается иммунный ответ, соответственно, вырабатываются и антитела. Но, однако, титры защитные будут гораздо ниже, нежели если вводить еще бустерную дозу вторую. Поэтому необходимо стремиться максимально соблюдать интервал введения 21 день, чтобы у нас был мощный иммунный ответ, чтобы был высокий защитный титр антител. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, не рекомендовано сокращать интервал введения препарата, то есть меньше, чем три недели. И в исключительных случаях допускается увеличение интервала введения до 6 недель. Но я опять подчеркиваю, это в исключительных случаях. Наша основная задача – это объяснить людям и постараться прививать в соответствии с инструкцией препарата, то есть выдерживать 21 день. Давайте будем стараться выдерживать на 21 день. У нас есть вопрос из ВКонтакта. Светлана Ткачева спрашивает, есть ли осложнения после прививки? Насколько они частые, тяжелые? Расскажите. Департамент здравоохранения Белгородской области проводит ежедневный мониторинг по нежелательным реакциям, либо побочным проявлениям после иммунизации. И такие серьезные побочные проявления после иммунизации, связанные с введением препарата, как анафилактический шок, как абсцесс в месте введения, они у нас не регистрировались. Однако у нас фиксировались нежелательные реакции в виде повышения температуры тела, болезненности в месте введения препарата, краткосрочного гриппоподобного синдрома. Но, как правило, эти синдромы оккупировались в течение суток-трое. И при высокой температуре, если, допустим, было 38 градусов, возможно назначение нестероидных противовоспалительных препаратов, жаропонижающих. А так это является нормальными постпривививочными реакциями и не является осложнением. Андрей Александрович, личный опыт. Вы ведь уже в любом случае вакцинировались. Как вы себя чувствовали? Да, действительно, в октябре 2020 года я прививался, чувствовал себя прекрасно. То есть у меня, к счастью, не было никакого гриппоподобного синдрома, не было повышения температуры тела, как у большинства лиц, которые в настоящее время у нас привились. А их у нас порядка уже более 12 тысяч человек. Поэтому могу сказать, что вакцина достаточно хорошо переносится. Вот ровно то же самое я могу сказать и о себе, потому что именно сегодня, 6 часов назад, я привился первой компонентой вакцины. У меня прекрасное самочувствие. Я не чувствую повышения температуры. У меня нет никакого ни костного, ни мышечного, какой-то стресса, спазма, ломоты или еще чего-то. То есть я себя прекрасно чувствую. Я думаю, что эту эфирму доведем совершенно в прекрасном состоянии. Давайте продолжать. У нас есть звонок. Давайте послушаем телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне такой вопрос. Моя мама сделала прививку, первый компонент. Чувствует себя отцепимо. Посоветуйте, пожалуйста, вот между первым и вторым компонентом, как ей себя вести? Может, лучше внуков к ней пока не водить? Ведь иммунитет у нее пока наверняка ослаблен. Спасибо. Ну да, нужно ли какой-то режим соблюдать в эти 3 недели? Режимные моменты стоит всегда соблюдать. Речь касается использования средств индивидуальной защиты. Речь касается генической обработки рук, то есть мытья рук. Речь касается проветривания помещений, где человек проживает. Но, однако, в условиях, так сказать, напряженной эпидемиологической ситуации, может быть, действительно, в данном конкретном случае, рационально до того, как женщина получит вторую дачу прививки, временно ее ограничить от контакта с детьми. Вы знаете, что у нас достаточно большое количество здоровых носителей среди детского населения. Поэтому я бы, конечно, рекомендовал в данном конкретном случае ограничить... Поберечь. Да, поберечься, соблюдать социальное дистанцирование, избегать масла скопления людей и, безусловно, носить средства индивидуальной защиты. Маски либо респиратора. У нас есть вопрос на автоответчике. Давайте мы послушаем. Подскажите, пожалуйста, прошу вакцинацию от коронавируса вакцины «Спутник Вин». Полная вакцинация закончена 5 января. Дал результат анализа крови на антитела иммуноглобулина G. Не выявлено 25 числа. Подскажите, пожалуйста, через какое время после прохождения полной вакцинации в крови следует ожидать антитела иммуноглобулина G. Спасибо. Если ссылаться на инструкцию к вакцине, антитела вырабатываются на 42-е сутки с момента первого введения вакцины. Однако необходимо использовать тест-системы с определением иммуноглобулина класса M и G к белку S вируса. То есть есть белок N вируса, который свидетельствует о перенесенном инфекционном заболевании. А есть, соответственно, постпрививочные антитела. Но, как правило, медицинские работники знают об этом. И, соответственно, самое главное, соблюсти интервал. То есть на 42-е сутки после первого этапа введения вакцины. То есть все-таки я правильно понимаю, что на 42-е сутки после первой прививки сформируется устойчивый, гарантированный иммунитет. Да. И уже можно, ну, как минимум, не бояться, а заразиться. И, б, что, не носить маску? Маску, собственно говоря, необходимо в нынешнее время постоянно носить. Почему? Потому что время сейчас острых эспираторных вирусных инфекций, не только коронавирусной инфекции. Речь касается вирусов гриппа, речь касается аденовирусной инфекции, речь касается РС вирусной инфекции, ряд других заболеваний, которые преимущественно передаются воздушно-капельным путем. Поэтому, безусловно, пока еще речь не касается отменных режимных моментов, речь не касается отказа от ношения масок. Ну, и вакцина защищает в 100% случаев от тяжелых форм коронавирусной инфекции. То есть от легких форм, в принципе, человек может заразиться даже после иммунизации. Но тяжелые формы это на 100% вакцина защищает. То есть человек не погибнет. Андрей Александрович, есть вопрос на автоответчики, давайте послушаем. Скажите, пожалуйста, при каких заболеваниях противопоказаны прививки? Вот четко, конкретно, наверное, ответ будет очень большим. Скажите, что делать? Я постараюсь кратко ответить на этот вопрос. Существует группа заболеваний, при которых категорично, то есть нельзя использовать иммунизацию. И есть заболевания, при которых в период ремиссии, соответственно, можно прививаться. Что относится к противопоказаниям, при которых ни в коем случае нельзя прививаться? Первое – это гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины. Второе, безусловно, это аллергические реакции на введение вакцины, либо, соответственно, какой-то отягощенный анамнез по аллергическим заболеваниям. Третье – это острые инфекционные заболевания, а также обострение хронических заболеваний. В данном случае вакцинацию проводят через 2-4 недели после нормализации температуры тела, при нормализации состояния здоровья, так сказать, ремиссии. Серьезным, так сказать, противопоказанием является беременность. Почему? Потому что еще не проводились клинические исследования, и однозначно нельзя сказать, каким образом будет влиять вакцинация на данную когорту населения. Также это период вактации, то есть если мама кормит ребенка грудью. Это возраст до 18 лет. Почему? Потому что также клинические исследования, они еще не проводились. Однако я убежден, что в ближайшей перспективе такие исследования будут проведены, и по мере накопления научных данных будет обновляться инструкция к той или иной вакцине. И, собственно говоря, если речь касается группе, так сказать, хронических заболеваний, это заболевания, если речь сосудистой системы, это заболевания эндокринной системы, в частности сахарный диабет, это бронхолегочные заболевания. Обращаю ваше внимание, что у нас обновился наш национальный календарь профилактических прививок, и эти заболевания, они отнесены, так сказать, лица с такой патологией, отнесены к первой категории лиц, подлежащих иммунизации. То есть вот как раз люди, гипертоники и диабетики, наоборот, это не противопоказание, а показание к прививке? Да, это является показанием, однако в каждом конкретном случае необходимо подходить индивидуально. То есть перед тем, как вводить препарат, человек осматривает терапевт, уточняет у него эпидемиологический анамнез, и вакцинация проводится в период ремиссии. Когда нет обострения, когда человек себя еще прекрасно чувствует, в этот период времени его прививают. Но вот здесь такая ситуация, что эту группу людей поставили в первую очередь, потому что они сам коронавирус переносят в очень тяжелой форме, для того, чтобы это предотвратить. Как быть с пожилыми людьми? Потому что вроде сказали сначала, что пожилым людям не особенно бы рекомендовано. Теперь вроде как наоборот, пожилые, опять же, плохо переносят сам коронавирус, поэтому лучше бы привиться. Инструкция к препарату изменилась, и теперь у нас привычный возраст стоит от 18 и старше лет. То есть если раньше были ограничения до 60 лет, то сейчас прививается и все взрослое население. И в каждом конкретном случае необходимо уточнять, смотреть, то есть какое у него есть хроническое заболевание, есть или нет, и, соответственно, решать вопрос по тактике иммунизации. Но тем не менее, Андрей Александрович, у нас десятки вопросов поступили и в социальные сети, и на автоответчиков очень много. Конкретно у меня такой-то диагноз, можно ли мне, для того, чтобы сейчас эти частности не оговаривать, в эфире нам просто не хватит никакого времени. Дорогие друзья, мы передадим все вопросы специалистам Департамента здравоохранения, для того, чтобы уже точечно на каждый ваш вопрос, можно ли с таким-то диагнозом прививаться от коронавируса, вам ответили, если у вас есть желание, вы можете получить свой ответ по телефону горячей линии, посвященной коронавирусу 122, и там специалист четко скажет, с тем диагнозом, который вас волнует, который у вас есть, можно прививаться или нельзя, вы узнаете ответ. А мы давайте будем продолжать, и у нас есть вопрос на автоответчики, давайте послушаем, о чем спрашивали белгородцы. И еще вопрос, информация в разных источниках расходится, жалуется наш пользователь в Инстаграме, проясните, пожалуйста, нужен ли ПЦР-тест или тест на антитела перед походом на прививку? Хороший вопрос, буквально на прошедшую неделю Минздрав России внес, так сказать, свои пояснения в части, касающиеся, и речь касается обследования. Значит, рутинное обследование, ПЦР, либо сервологические, либо экспресс-тестирование перед вакцинацией не проводится, но проводится ПЦР-тестирование, либо экспресс-тестирование, лицам, у которых отягощен эпидемиологический анамнез. Что значит отягощен? Значит, что человек был в контакте с инфекционным заболеванием, будь то коронавирусная инфекция, возможно, на работе с кем-то проконтактировал, возможно, имеет место быть семейно-бытовой чок ковида, но в данном случае пациент выдается направление для прохождения ПЦР-тестирования. И, соответственно, по результатам этого теста решается вопрос по его иммунизации. Рутинное обследование всех подряд, то есть всех, кто обратился, не проводится. Но проводится ведь первичный прием терапевта, беседа о состоянии здоровья. Ну, вопрос был о проведении лабораторных исследований. Если речь касается каких-то физикальных методов исследования, это измерение артериального давления, измерение температуры, сатурация, то, безусловно, в каждом конкретном случае это все проводится, потому что иначе нельзя. У нас есть еще один вопрос об антителах на автоответчике. Давайте послушаем. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. У меня такой вопрос. Я в активе переборил ковида в легкой форме. У меня есть подтвержденный тест на ЗОК. У моей супруги тест был отрицательным. Магиагна двусторонняя полисинитарная биомония. Она сама сдавала эти тесты на антитела. Они, соответственно, есть. А диагноза ковид нет. Скажите, пожалуйста, можно ли ей делать прививку? Спасибо. Лица, перенесшие заболевания, новой коронавирусной инфекции, они не подлежат иммунопрофилактике. Также не подлежат иммунопрофилактике. Лица, которые в индивидуальном порядке обследовались, имеют на руках серологические исследования, в частности, наличие иммуногулина класса М и Ж. Соответственно, они также не подлежат вакцинопрофилактике. То есть, давайте еще раз четко объясним. Если антитела есть и есть официальное подтверждение, лабораторное исследование о том, что они в организме есть, вакцинацию не делаем? По состоянию на сегодняшнее число нет, не делаем. Но, возможно, в будущей перспективе будут какие-то поправки в данном вопросе. Потому что, также я читаю много комментариев Института Гамалеи. То есть, еще до конца не решен этот вопрос. Но в настоящий момент времени вакцинация не проводится лицам перенесших заболевания и те, которые имеют на руках результаты положительного ПЦР-тестирования либо, соответственно, серологических методов исследования. То есть, либо на антитела, либо ПЦР-тестирование положительное не вакцинируемся и перенесем на COVID-19 тоже не вакцинируемся. А если человек переболел коронавирусом, например, год назад, в его организме антитела остались, не остались? Как долго они находятся в организме? Как долго можно считать себя относительно в безопасности после этого? Вы знаете, первый случай COVID в нашем регионе был зафиксирован 8 марта. То есть, теоретически, у нас таких людей еще нет. Ну, все-таки вот-вот может подойти уже эта граница. Но, тем не менее, в пояснении Минзрава нет четкой градации. Год это или полгода, если есть факт перенесенного заболевания, то в настоящее время лица не подлежат иммунопрофилактике. Скажите, пожалуйста, а если у человека антитела в организме есть, но он об этом не знает, не делал исследования, и при этом все равно пойдет вакцинироваться, что-то будет? Ну, в данном случае, опять подчеркиваю, клинические исследования по данным вопросам еще не проводились в Институте Магомолии. В данном случае можно в индивидуальном порядке провести исследования, в том числе сирологическое исследование, либо, соответственно, провести экспресс-тест. То есть, людям никто это не запрещает. Но теоретически это будет как дополнительная бустерная доза вакцины, которая просимулирует выработку иммунного ответа. И если посмотреть первую версию стандартной операционной процедуры Минздрава, то там вообще было прописано следующее, что лица, перенесшие коронавирусную инфекцию, подлежат иммунизации спустя 6 месяцев после перенесенного заболевания. Сейчас несильные поправки, и нам это, собственно говоря, запретили. Но опять подчеркиваю, мы сейчас понаблюдаем за этой ситуацией, понаблюдаем за нормативно правым регулированием на федеральном уровне, и, возможно, будут какие-то еще изменения. Ну вот на сегодняшний день говоришь, что прививаться не стоит. Хорошо, с этим понятно. Есть еще один вопрос на автоответчик, давайте мы его послушаем. Здравствуйте, уважаемый Андрей Башкирец. Я жительница города Старый Оскол, мне 71 год. Я хотела задать такой вопрос. При вакцинации вы говорите, что она очень безопасна. Почему тогда мы должны вам подписывать гарантию, что вы за это не отвечаете? Почему мы не делаем, когда делаем уколы в поликлинике, ходим на врачи, назначая, почему мы не подписываем гарантию? Отверьте, пожалуйста, на мой вопрос. До свидания. Спасибо большое. Вот так конкретно. Нет, ну какой вопрос, такой ответ. Существуют на уровне, так сказать, Министерства здравоохранения Российской Федерации типовые формы добровольного, информированного согласия на введение вакцины. И речь касается не только гамм-ковид-вак, речь касается любой вакцины. И перед тем, как человека привить, медицинский работник обязан проинформировать о том, чем его прививают, от какого заболевания, какие возможные нежелательные проявления после иммунизации. И после этого человек, соответственно, подписывает эту форму информированного согласия. Ну вот и все. То есть это делается вообще при любой вакцинации взрослого или ребенка. В любом случае этот документ подписывается. Да, врач не имеет права ввести препарат до тех пор, пока пациент не подпишет добровольное, информированное согласие. Чтобы потом не сказал, что меня никто не предупредил, никто мне не рассказал о том, что это за вакцина, что она из себя представляет, какие возможные нежелательные реакции. Вот и все. Дорогие друзья, я напомню, телефон прямого эфира 787801. Задавайте свои вопросы, которые касаются вакцинации против коронавируса. Сегодня Андрей Башкерев, главный эпидемиолог Белгородской области, о них расскажет. И у нас есть еще один вопрос на автоответчик. Давайте послушаем. Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, сейчас вакцинация бесплатна для всех? И какие документы нужно иметь с собой? Там паспорта, соответственно, или что-то еще? И еще дополнительный вопрос. Обязательно ли проходить электронную регистрацию? Андрей Александрович, ну вот, позвольте, я не дам вам ответить. Скажем так, мы, наверное, переадресуем этот ответ тому, кто непосредственно производит вакцинацию. С нами на связь по скайпу выходит Татьяна Швец, заведующая поликлиническим отделением номер 7 города Белгорода. Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Я вас вижу. Вы слышите меня? Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, скажите, пожалуйста, все-таки что нужно иметь для того, чтобы прийти на вакцинацию и нужна ли обязательная электронная регистрация, нас спросили. Вакцинация бесплатна для всех граждан Российской Федерации. При себе необходимо иметь паспорт, полис, НИЛС. Предварительно необходимо записаться на вакцинацию. Это можно сделать несколькими способами. Ну, во-первых, позвонив в регистратуру выбранного вами поликлинического отделения, через сервис электронной регистратуры, на сайте госуслуг и непосредственно у своего доктора. Итак, давайте еще раз обозначим, что нужно иметь. ППП, паспорт, полис, НИЛС. Верно понял? Совершенно верно. Понятно. Да-да, и у нас есть вопрос от Константина Сапелина. Константин записался на вакцинацию в конце декабря. На сайте Депздрава записал себя и родителей супруги. Они в районе прописаны. Родителям сделали прививку первым компонентом еще 3 января и 24-го вторым. Константину же, он прописан в Белгороде, до сих пор так никто и не позвонил и не пригласил на вакцинацию. Записывался через 3-4 дня после того, как на сайте Депздрава была открыта форма записи. Расскажите, почему такое могло случиться? Почему на Константина до сих пор никто не вышел? Может такое быть? Тут, вероятно, произошла техническая ошибка, поэтому я бы рекомендовала Константину дальше не ждать, обратиться все-таки в то поликлиническое отделение, которое он выбрал для вакцинации, либо при личном обращении, либо по номерам телефона горячих линий, главного врача или заведующего поликлинических отделений. Все это есть на нашем официальном сайте. Татьяна Валерьевна, и давайте еще раз четко обозначим, как и где можно записаться на вакцинацию от коронавируса. На вакцинацию можно записаться на портале госуслуг, в регистратуре выбранного поликлинического отделения, как лично, так и по телефону, на портале электронная регистратура и непосредственного у доктора. Татьяна Валерьевна, вопрос не про ваше учреждение, но давайте попробуем ответить, разобраться, почему так произошло. У пользователя Инстаграма много буков. 21 января мне отказались делать прививку, рассказывает она. В поликлинике номер один это произошло. Отказались делать, потому что не привела с собой четырех друзей. Оказывается, вакцина расфасована по пять доз, и если группа не собирается, то людям просто отказывают. Вопрос такой, почему об этом нигде не написано, раз уж такая практика, и почему из поликлиники нет обратной связи с предложением перенести запись, посетить их в другое время, где клиентоориентированность? Вакцина действительно расфасована по пять доз в одном флаконе, но мы не собираем пятерки. Даже если есть один пациент, он будет привит. В данном случае я заметила, вероятно, это произошло на первом этапе вакцинации, такой активный в первом поликлиническом отделении. И поэтому все-таки я бы порекомендовала данному пациенту обратиться к заведующему поликлинического отделения и решить этот вопрос в ближайшее время. В общем, пять друзей вести с собой не нужно. Нет, не нужно. Приходите один и одного прививаем. Хорошо. Татьяна Валерьевна, спасибо. Есть еще один вопрос на автоответчик. Давайте послушаем его. Здравствуйте. Мне просто интересно. Почитала в интернете, как обращаются с вакциной спутник ВИП. Там написано, что после размораживания в амкуле не должно быть льда. Нельзя амкулу встряхивать. И повторное замораживание также не допускается. И вот у меня такой вопрос, я так понимаю, что технология отличается от всех прививок, которые добыли, от грика, например. Все медицинские работники этому обучены. Это же тонкость, которую они все соблюдать, мне кажется, могут. Но вот действительно... Безопасность будет соблюдаться в этом плане. Татьяна Валерьевна, вот все-таки вакцина от коронавируса несколько по-другому требует обращаться с собой, нежели обыкновенные вакцины, к которым уже медработники привыкли. Все ли обучены? Да. Все медицинские работники, которые участвуют в вакцинации, имеют сертификат безопасной иммунизации и проходят регулярный инструктаж. То есть здесь все четко знают всю эту технологию, можно не беспокоиться? Алгоритм отработан, проблем не возникает. Спасибо. Есть еще один вопрос, Татьяна Валерьевна, к вам на автоответчики. Давайте послушаем. Здравствуйте. Я бы хотела уточнить, на каком этапе выдается сертификат вакцинации, то есть после первой или после второй прививки, в какой форме он должен выглядеть. И если есть электронная версия сертификата, как к ней можно получить будет доступ впоследствии? Спасибо большое. Вакцина состоит из двух компонентов. И после введения второго компонента пациент получит бумажный сертификат или ему поставят отметку о пройденной иммунизации в уже имеющемся прививочном сертификате. Также, если пациент зарегистрирован на портале госуслуг, он получит электронный документ на портал госуслуг о пройденной вакцинации с QR-кодом. Татьяна Валерьевна, давайте еще раз уточним. После вакцинации вторым компонентом вакцины человек получит, я правильно понял, либо отдельный бумажный сертификат, либо запись в свой сертификат о прививках, либо если он зарегистрирован на портале госуслуг, это у него будет электронный сертификат с QR-кодом. Верно? Совершенно верно. Скажите, а зачем вообще нужен этот сертификат? Ну, может стать такой вопрос, что в дальнейшем данная информация о прививке потребуется и для выезда человека за границу в том числе. Ну, вот как раз мы чуть опередили этот вопрос, только что нам задали в соцсетях. Да, я увидел, но ничего, раз ответили. У нас есть другой вопрос, тоже несколько раз присылали его. Вот Наташа Ткачева в частности спрашивает, можно ли привиться от ковида в Белгороде, если ты житель другого региона? И если можно, то как это сделать? Да, житель любого региона Российской Федерации может привиться у нас. Для этого ему необходимо иметь паспорт гражданина Российской Федерации, полис, НИЛС и предварительно записаться на вакцинацию. Татьяна Валерьевна, скажите, пожалуйста, а гражданин иного государства может привиться от коронавируса? В эту прививочную кампанию мы прививаем граждан Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос, вот такой механический. Если вдруг человек по каким-то семейным или рабочим обстоятельствам, может он в командировке, обязан ли он получать первый и второй компонент вакцины в одном месте или, возможно, какие-то вариации в зависимости от обстоятельств? Да, пациент обязан получать и первый, и второй компонент в одном и том же месте. То есть все-таки нужно быть внимательным и понимать, что через три недели ты должен обязательно вернуться? У нас есть вопрос от Аллы Григорьевой. Алла видела новость о том, что на госуслугах запустили дневник самонаблюдения за привитыми от ковид. Алла сделала первую часть 10 дней назад, а дневник на госуслугах в ее аккаунте до сих пор не появился. Что бы это могло быть? Тут, вероятно, возникла техническая сложность. Учитывая большой объем заносимой информации на данный момент на портал госуслуг, вероятно, при внесении документов данной конкретной пациентки возникли сложности. Поэтому я бы предложила Алле обратиться в то поликлиническое отделение, где она прививалась. Ее свяжут с оператором, который отвечает за внесение данных на портал госуслуг. И я думаю, что проблема будет решена. Татьяна Валерьевна, есть еще один вам вопрос автоответчика. Давайте его послушаем. Добрый день. Сделал привитку три дня назад. К вечеру у меня поднялась температура до 37,7. Я слышал и читал, что это нормально, и температура держится все дни, подскажите, что мне делать, если температура так и не будет падать, и когда обращаться за помощью. Спасибо. Татьяна Валерьевна, вот тут момент. Скажите, вообще есть ли какая-то норма, если можно вообще так выразиться, недомогание? Вообще, когда нужно просто полежать, отдохнуть, а когда уже нужно прямо вот забеспокоиться, к врачу обращаться? И вообще, куда обращаться? В скорую звонить или что делать? Действительно, после проведения иммунизации возможно возникновение гриппоподобного состояния, повышение температуры тела, головные боли, боли в суставах, мышцах. К врачу следует обратиться при сохранении повышения температуры тела выше 38 градусов более трех дней. Тогда необходимо вызвать семейного доктора своего на дом и своего поликлинического отделения. То есть, если выше 38 градусов на протяжении трех суток, правильно понимаю? Более трех суток. Более трех суток. В остальных случаях, ну, можно как-то это и пережить, и перетерпеть, верно? Да, если это небольшая ломота в теле, если это головные боли, то да, в принципе, такое может быть небольшое такое препоподобное состояние. Татьяна Валерьевна, и еще один вопрос вам с автоответчика. Как происходит оплата труда работникам, которые прошли добровольную вакцинацию и возникли симптомы, ну, повышения температуры и так далее, которые не позволяют выйти на работу? Спасибо. Но это больничный лист имеется в виду, если вдруг почувствовал себя настолько плохо, что уже выходить на работу не сможешь. Да, тогда пациент обращается за медицинской помощью, вызывает доктора на дом. После осмотра врач решает, есть ли показания. Если показания для выдачи листка нетрудоспособности есть, безусловно, пациент получит листок нетрудоспособности и будет находиться дома столько, сколько нужно. Ну вот, Татьяна Валерьевна, есть, по-моему, еще один вопрос мне подсказывает на автоответчик. Давайте на него ответим. Пожалуйста, скажите мне, оплачивается, если на вакцинации человек работает и пошел сделать в больнице прививку. Этот день оплачивается или нужно брать свой счет? Татьяна Валерьевна, ну вот понятно, что это вопрос несколько не к вам, но давайте все-таки попробуем с точки зрения какого-то здравого смысла ответить. Все-таки договориться с работодателем, наверное, все-таки он же должен быть заинтересован в том, чтобы его работники вакцинировались. Но сколько времени займет эта процедура? Насколько договариваться? На пару часов или на полдня? Как вообще это происходит? На саму дату иммунизации листок нетрудоспособности не выдается. На все время прохождения вакцинации необходимо заложить не менее одного часа. За этот период пациент заполнит необходимую медицинскую документацию. Это согласие на вакцинацию, анкета, данные которой потом будут заинтересованы на портал госуслуг, и согласие на информированное добровольное согласие. Потом пациент будет осмотрен врачом, будет проведена термометрия, измерена сатурация, артериальное давление, будет произведена аускультация легких, сердца. И в дальнейшем пациент, если его допустит доктор до вакцинации, он проходит в кабинет иммунизации. Там ему выполняют прививку. И впоследствии мы говорим всем пациентам о том, чтобы они в течение 30 минут находились в поликлиническом отделении, недалеко от прививочного кабинета. Это делается для того, чтобы если у человека разовьется какая-то острая аллергическая реакция, мы могли оказать ему медицинскую помощь. Ну то есть это не просто так, пришел, укололи и ушел. Да, мы хотим, чтобы каждый пациент понимал, что это не просто укол. То есть вы должны быть обязательно осмотрены, заполнить документы и все-таки провести какое-то время после иммунизации в нашем поликлиническом отделении. Татьяна Валерьевна, извините, пожалуйста, спасибо большое, что вы сегодня были с нами на связи. Я напомню, что Татьяна Швет, заведующая седьмым поликлиническим отделением Белгорода, рассказывала о том, как происходит вакцинация от COVID-19. И мне подсказывают, что дозвонился телезритель к нам в эфир. Я напомню, номер телефона прямого эфира вы видите и на своих экранах, 787801. Звоните, задавайте свои вопросы. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Моя мама, пожилая мама, на инвалидности, по известным причинам она, естественно, не может самостоятельно добраться в поликлинику для вакцинации. Сегодня в поликлинике я получил консультацию, что в настоящий момент на дому вакцинировать такого рода людей не могут, по причине того, что ампулы рассчитаны на 5 доз. И, соответственно, трата одной дозы невозможна, поскольку остальные дозы потерялись по технической причине. Мой вопрос в следующем. Когда такая будет возможность для таких людей получать вакцинацию на дому? Спасибо. Скажите, пожалуйста, а где живет ваша мама? В Белгороде. Это Белгород, да? Ну, скорее всего, все-таки центр города. Скажите, Андрей Александрович. Смотрите, по поводу фасовки вакцины, да, первый вопрос. Буквально в феврале будут поступать и другие вакцины, не только гамм-ковид-вак, также будет поступать и пива-корона. И даже вакцина гамм-ковид-вак бывает фасована не по 5 доз, а бывает в индивидуальной фасовке, то есть одна доза вакцины. Это раз. Соответственно, нет необходимости будет собирать группы людей по 5 человек, чтобы там с этой группой поддержки идти и вакцинироваться. Это на первый вопрос ответ. Второе, соответственно, согласно требованиям Министерства здравоохранения Российской Федерации, допускается использование мобильных пунктов вакцинации. Ну, допустим, если там сельская местность, это иммунизация на базе ФАПа. В исключительных случаях, опять же, по решению органов исполнительной власти, субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения, допускается в исключительных случаях иммунизация на дому. Но в данном случае, я думаю, что по мере того, как будет поступать вакцина, это ориентировочно в февраль, можно будет рассмотреть вопрос индивидуальной вакцинации данной женщины, но уже в условиях прививочного кабинета, там, где, собственно, она проживает. То есть обратиться нужно в поликлинику по месту жительства? Да, можно обратиться в поликлинику по месту жительства для того, чтобы в нужное время, в нужное место приехали к специалисту и в индивидуальном порядке ее привили. А я еще раз уточню, что в Белгородской области ширится число пунктов, где можно получить вакцины от коронавируса. Андрей Александрович, сейчас их 27 уже, верно, по Белгородской области? Ну, прививочных кабинетов, да, действительно. А если речь касается медицинских организаций, на базе которых осуществляется иммунопрофилактика, то пока их 15, но уже в начале февраля в каждой медицинской организации у нас будут созданы все условия, позволяющие осуществлять вакцинопрофилактику против новой коронавирусной инфекции. И число мест, где можно привиться, растет с каждым днем. Все время к ним добавляются новые. Всего таких пунктов в нашем регионе будет создано 59 во всех районах области. Поэтому, если вы хотите сделать прививку, записаться можно на портале госуслуг, в регистратуре поликлиники, к которой вы относитесь, или через своего семейного или участкового врача. Мы продолжаем. Андрей Александрович, давайте теперь ответим жителям районов, где, ну, пока еще не открылись прививочные пункты. Давайте слушать автоответчик. Нас интересует, когда будет проводиться вакцинация непосредственно в Алуйках, чтобы не ездить в Алексеевку, дополнительно не подвергаться заражению. Это очень беспокоит пенсионеров. Все, спасибо. До свидания. Нет, Валуйки. Да, хороший вопрос. Это моя родина, Валуйский район. Поэтому могу сказать, что в ближайшее время, в том числе на территории Валуйского района, будут организованы пункты вакцинации. В настоящее время заключены контракты на поставку морозильного оборудования, а также средств контроля температурного режима. Это речь касается термоиндикаторов, термометров электронных и термоконтейнеров. В начале февраля, соответственно, Валуйский район также будет проводить вакцинопрофилактику и не будет необходимости вести своих граждан на территорию Алисейского городского округа. Все понятно. Валуйки, начало февраля. Андрей Александрович, аналогичный же вопрос на автоответчике. Давайте послушаем его. Подскажите, пожалуйста, когда будет вакцинация, пункт вакцинации открытый в городе Берюч? И будут ли передвижные пункты вакцинации работать все от Краснодардейского района? Спасибо. Смотрите, Краснодардейский район также в настоящее время не имеет своих собственных привычных кабинетов. Также в начале февраля будут поступать морозильные камеры, которые будут позволять хранить вакцину, как положено, при минус 18 градусах. Помимо стационарных пунктов вакцинации, также в настоящее время формируются прививочные бригады и мобильные прививочные пункты, в том числе на ФАПах, ЦЛОПах, офисах семейного врача, в зависимости от того, какое это муниципальное образование и в зависимости от возможности холодовой цепи. Андрей Александрович, нас спрашивают практически буквально по каждому району. И вот совсем недавно пришел вопрос по Чернянке. Когда там будет открыт пункт? Ну, насколько я знаю, там пункт вакцинации открыт. Вот буквально. Да, пункт вакцинации на территории Чернянского района открыт. Буквально сегодня уже подписан приказ Департамента здравоохранения и, соответственно, туда уже пошла партия вакцины ГАМ-Ковид-2, которая буквально вчера поступила за счет средств федерального бюджета к нам в регион. То есть в Чернянку вакцина уже пошла. Давайте слушать дальше, автоответчик. Это вас беспокоит Владимир Сергеенко из поселка Борисовка. Я записался на вакцинацию. Мне ответили в Борисовской поликлинике, что не раньше конца февраля вакцины нету. Пожалуйста, разберитесь с этим вопросом. До свидания. Спасибо. Но была такая странная фраза «вакцины нету». Скажите, там все-таки пункта нету или вакцины нет? Да, действительно, в настоящее время на территории Борисовского района пока еще нет прививочных кабинетов, потому что оборудование только-только будет поступать, возможно, на следующей неделе. Как только поступит, будут развернуты пункты вакцинации. Это раз. Во-вторых, до конца февраля, то есть 1 марта, по той информации, которую она направляет в Минздрав, давно поступит нарастающим итогом 67 тысяч 100 доз. Понятное дело, что эта вакцина будет распределяться в оперативном порядке, в том числе на территории Борисовского района. Поэтому немножко надо подождать. Никто не останется без вакцинации. Тем более, что уже сформированы планы на прививки. У нас порядка, это около 750 тысяч взрослого населения запланировано на 21 год к вакцинации. Поэтому никто не останется без вакцины. Сейчас создаются необходимые условия для рационального хранения и безопасная иммунизация. Немножко подождите. Я думаю, все желающие у нас будут привиты. Андрей Александрович, коль мы коснулись Борисовского района, у нас есть еще один вопрос на автоответчики из этого района. Давайте послушаем. Я живу в село Стрелуны Борисовского района Белгородской области. Прописано я в Белгороде. Отношусь в 4-й поликлинике. Я могу сделать здесь по месту жительства прививку или нет? Или мне надо ехать в Белгород? Потому что мне врач здесь сказала, что я должна здесь зарегистрироваться сначала, а потом подавать заявку на регистрацию. Большое спасибо вам. Это процессуальные какие-то сложности. От счастья, Татьяна Валерьевна, Швец, уже ответил на этот вопрос. Если вы гражданин Российской Федерации, тем более гражданин Белгородской области, вы можете получить иммунизацию на базе любого муниципального образования нашей области. Тем более, если вы проживаете на территории Борисовского района. Более того, уже, собственно говоря, в декабре и январе текущего года у нас проводились вакцинации на базе межтерриториальной ценности вакцинации. Соответственно, люди прививались. Ну, допустим, жители Валуйского района на территории Алексеевской ЦРБ. Поэтому никаких проблем здесь нет. Человеку внесут в федеральные регистры, он привьется двукратно, и он получит сертификат прививок. Вот и все. Напомню, прививайтесь по месту нахождения. Главное, имейте с собой паспорт. У нас есть вопрос от Алексея Зимина. Алексей Зимин спрашивает, что такое подворовые обходы и выездные бригады? Родители живут в Сергиевке, в Краснорусском районе. И Алексей хочет понять, надо им ехать в районную больницу или врачи к ним сами придут? Придут. Здесь немножко напутан сам вопрос. Подворовые обходы, это, собственно говоря, когда ваш семейный врач приходит и оценивает состояние здоровья закрепленного населения, а также формирует уточненную численность контингентов, подлежащих иммунизации на коронавирусную инфекцию. А мобильные бригады, это, собственно говоря, бригады, которые выезжают на мобильные пункты вакцинации и осуществляют вакцинопрофилактику. Касаемо Красноярского района, это, скажем так, передовой район, где уже приобретено три морозильные камеры и, соответственно, уже имеются пункты вакцинации. Поэтому нет необходимости куда-то ехать. В ближайшее время вам только необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, где вы закреплены, ну и иметь те документы, которые уже, в принципе, были до этого обозначены. Но все-таки нужно же понимать, я правильно понимаю, что подворовый обход – это приглашение на вакцинацию. Да. Андрей Александрович, еще один вопрос на автоответчике. Давайте слушать. Здравствуйте, Андрей. Меня интересует вопрос. Можно все-таки подхватить ковид, даже если сделал прививку? Или это стопроцентная защита? Спасибо. Ну, смотрите, вакцинация, в данном случае гамм-ковид-вак, она защищает в 100% в случае от тяжелых форм ковида. Это пневмония, это такие тяжелые осложнения, коронавирусные инфекции. Но она не защищает на 100% от любых форм заболевания. То есть в легкой форме заболевания даже после вакцинации можно заболеть. Но, однако, у вас не будет пневмонии, соответственно, вы не погибнете. Организм в любом случае перенесет ее намного легче, правильно? Конечно. Конечно. Понятно. Есть еще один вопрос на автоответчике, давайте слушать. Мои дети записались еще, только начинали записывать по госуслугам. Но они живут в селе Нелидовка. И до тех пор вызова нет. Может быть, это если только в Балхавце вся область прививается, так там не скоро придет очередь. Может, им куда-то еще надо обратиться, в другую поликлинику. Спасибо за внимание. Ну, сразу же отвечу. Нет, вакцинация проводится не только в Балхавце, это не только на территории Белгородской ЦРБ. Она проводится в настоящее время на базе 15 медицинских организаций. И это количество ежедневно увеличивается, то есть количество прививочных пунктов. Это раз. Во-вторых, почему, возможно, вам еще не позвонили. Ждем еще поставок вакцины. То есть, к сожалению, не все зависит от нашего субъекта. Многое зависит и от федеральных поставок вакцины. Как только она будет поступать, с учетом уже сформированного списка лиц, желающих привиться, ее будут вызывать в первоочередности, кто как подавал, в зависимости от сроков. Вот и все. Никто не останется обделенным, никто не останется без вакцины, если он желает привиться. И самое главное, никто не заставляет прививаться в обязательном порядке. Это все проводится в индивидуальном порядке, если человек выразил свое желание. И все. Добровольно. А у нас есть вопрос в Инстаграм, прилетел. Все говорят про новый штамм коронавируса, который английский, который заразнее того, к которому уже успели привыкнуть. Наша вакцина, спутник Ви, от этого штамма защищает? По той информации, которую предоставляет федеральный центр Вектор, вакцина зарейсирована в восстановленном порядке на территории Российской Федерации, это спутник Ви и Пива Корона, они эффективны в том числе в отношении нового британского штамма ковида. Не настолько большие там мутации, позволяющие вызвать какую-то неэффективность для действия вакцины. Да, они эффективны, они будут и на британский, и на русский, и на японский. Все будет нормально, главное прививаться. То есть наша вакцина защиту обеспечит. Я напомню, телефон прямого эфира 787801, и есть звонок в студию, давайте послушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Если я сделал прививку от гриппа, через какое время мне можно вакцинироваться от COVID-19? Спасибо. Хороший вопрос. Значит, иммунизация, как правило, проводится с интервалом 30 дней. Возможно, я уже так думаю, в ближайшее время будут и поправки в инструкции, позволяющие вводить одновременно и вакцину от гриппа, и вакцину от ковида. Но пока еще изменения в инструкции не произошли, поэтому мы рекомендуем соблюдать интервал 30 дней. Пока 30 дней между прививками от гриппа и от COVID-19. Есть еще один звонок в студию, давайте слушать. Здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, надо ли как-то готовиться к прививке? Что нельзя делать после? И совместима ли она с какими-либо другими лекарственными препаратами? Ну, например, с тем, с депрессантами. Спасибо. Вот, кстати, да, вопрос актуальный очень. Согласно инструкции к вакцине, не изучалось взаимодействие вакцины с другими лекарственными препаратами, будь то с антидепрессантами, будь то с другими иммунобиологическими лекарственными препаратами. Поэтому мы не рекомендуем совмещать вакцинацию с приемом других лекарственных средств. По поводу того, готовится ли бы не готовится. В принципе, все те же самые мероприятия, как и в отношении любой другой вакцины. Но необходимо, учитывая то, что мы живем в период пандемии, соответственно, готовиться как? Соблюдать ношение массы, соблюдать социальное дистанцирование, избегать массового скопления людей, в течение трех дней до вакцинации и после не употреблять алкоголь, не принимать после вакцинации в ванну, не ходить, собственно говоря, в баню, не посещать в течение трех дней после вакцинации спортзал. То есть выдержать немножко щадящий режим для организма, ну и, собственно говоря, все. Будьте осторожны. Да, к нам прилетел вопрос ВКонтакте. Расскажите, из каких расчетов поставляется в регион вакцина, чтобы на всех хватило, кто старше 18 лет, или какой-то процент будут прививать? Существует целевой индикативный показатель Минздрава. В настоящее время мы формируем охват иммунизации взрослого населения в районе 60%. То есть это около 750 тысяч наших граждан, граждан в Белгородской области, которые мы должны вакцинировать. До конца февраля поступит 67100 доз и, соответственно, дальше будет поступать все больше и большее количество вакцины. Но с учетом того, что вакцинируется 18+, это получается больше 50%. Конечно, это будет больше 50%. Андрей Александрович, еще один вопрос с автоответчика. Давайте слушать. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему спутником 5 нельзя вакцинировать детей? И когда появится вакцина для них? Спасибо. Дело в том, что не проводились еще клинические исследования на детях. Поэтому, возможно, в ближайшем будущем они будут проведены и будут поправки в инструкцию. Но пока в силу неизвестности, поэтому пока еще не предусмотрена вакцинация детского населения. Но перспектива, в принципе, вполне себе может быть. Я думаю, не за горами будет эта перспектива, потому что дети это тоже потенциальные источники инфекции. И, собственно говоря, они вносят свою лепту в эпидемический процесс новой коронавирусной инфекции. Андрей Александрович, спасибо, что вы сегодня пришли в студию и так держите ответ. У нас очень много вопросов было и до эфира по поводу диагнозов. Я напомню, что все конкретные вопросы в отношении конкретного диагноза, можно ли мне с этим диагнозом делать прививку от COVID-19, вам обязательно позвонят специалисты Департамента здравоохранения, если вы оставляли свои контактные данные, либо вы самостоятельно можете позвонить на телефон горячей линии по COVID-19-122 и задать конкретный четкий вопрос. Те вопросы, которые имели обратную связь и мы не успели озвучить в течение эфира, потому что и звонков, и вопросов в социальные сети к нам приходило очень много. Мы непременно передадим и на них обязательно будет обратная реакция. Я напомню, что сегодня в нашей студии был главный эпидемиолог области Андрей Башкерев. Андрей Александрович, спасибо большое за то, что вы сегодня пришли. Остается, наверное, пожелать и вам, и нам, и нашим телезрителям здоровья, успешной вакцинации. Крепкого здоровья и, безусловно, прививайтесь. И, собственно говоря, давайте все вместе отнесемся к этому вопросу серьезно, чтобы у нас состоялась массовая вакцина-профилактика, чтобы у нас сформировался популяционный иммунитет и мы, наконец, побороли эту пандемию. Я думаю, непременно так и будет. Спасибо большое. Держите ответ на канале Мир Белогория.